Продолжение следует... Добрый день, Анастасия. Добрый день, Екатерина. Отлично. Я сделаю... Позвольте представиться. Меня зовут Ягодка Николай Николаевич. Я являюсь ответственным секретарем отборочной комиссии факультета гуманитарных и социальных наук. В начале своего выступления я расскажу вкратце, что такое РУДН, что такое магистратура РУДН. И сегодня мы будем... Потом я передам слово своим коллегам по очно-заочному и заочному образованию. И они уже расскажут более подробно, какие программы, какие возможности перед вами открываются. И вы сможете задать им вопросы в чате, на которые они, я надеюсь, всесторонне ответят. Также можете писать вопросы по ходу выступления. Мы будем обращать на них внимание. Собственно говоря, цель нашего вебинара для того, чтобы провести этот день открытых дверей онлайн, чтобы вы были уверены в своем выборе. Итак, на сегодня Российский университет дружно народов является одним из ведущих вузов в области подготовки кадров высшей квалификации. РУДН – это классический вуз. Он характеризуется подготовкой по широкому спектру специальностей. На сегодня в РУДН у нас представлено 13 учебных подразделений. Это факультеты, институты и инженерная академия. Обучается в нашем вузе более 31 тысячи студентов, аспирантов, ординаторов. Важно отметить, что в стенах нашего университета представлены практически все страны мира, практически вся карта мира. И более 9 тысяч иностранных обучающихся, и на данный момент уже более 90 тысяч выпускников, которые работают как в России, так и во всех странах мира. Стоит отметить, что 150 стран мира – это статистика прошлого года, и каждый год география расширяется. Из конкурентных преимуществ обучения в магистратуре стоит отметить, что параллельно с получением основного образования у вас есть возможность получить от 1 до 3 дипломов-переводчиков. На сегодня у нас представлено более 150 магистрских специализаций, и часть из них представлена на факультете гуманитарных и цитальных наук. Еще одним конкурентным преимуществом нашего ВУЗа является возможность получения приложения к диплому европейского образца, так называемого диплома сапплемент, который принимается не только в России, не только в российских компаниях, но и в международных организациях и за рубежом. То есть это диплом европейского образца, который свидетельствует о том, что вы получили образование, которое соответствует не только российским стандартам, но и европейским стандартам. Из конкурентных преимуществ тоже стоит отметить, что РУДЭН является достаточно независимым ВУЗом и обладает правом устанавливать стандарты для программ высшего профессионального образования. И также стоит выделить еще одно конкурентное преимущество нашего ВУЗа, это то, что по окончанию магистратуры те из вас, кто захочет продолжать обучение в аспирантуре, они смогут на базе нашего университета защитить свои кандидатские и в дальнейшем, возможно, докторские диссертации. Пару слов про наш факультет. Наш факультет сравнительно молодой, он был образован 28 июня 1996 года. На сегодняшний день идет подготовка по 8 специальностям на 15 кафедрах. Это философия, социология, история, политология, искусство и гуманитарные науки, международные отношения, зарубежное регионоведение и государственное муниципальное управление. Возглавляет наш факультет доктор философских наук профессор Цывык Владимир Анатольевич. Что касается непосредственно технических моментов, организационных, это подача документов. Подача документов на бюджетную и контрактную форму начинается 20 июня 2019 года. Приемная комиссия факультета гуманитарных и социальных наук будет располагаться в кабинете номер 340 в главном здании по адресу улицы Миклуха-Маклая, дом 6. Соответственно, следующим этапом, который будет вам интересен, первый этап вы сдаете документы, второй этап это сдача междисциплинарного экзамена. Междисциплинарный экзамен будет проходить с 23 июля по 26 июля. Точное расписание со временем и с аудиториями будет чуть позже. Смотрите, следите за обновлениями на сайте приемной компании. Какие документы необходимо будет подавать в приемную комиссию? Во-первых, это копия либо оригинал документа о высшем образовании. Здесь отмечу, что если у вас диплом с отличием, то, помимо прочего, к вам добавляется 5 конкурсных баллов. Во-вторых, это копия удостоверения личности, копия паспорта и копия страницы с постоянной пропиской. И следующее это 4 фотографии 3х4. На этом слайде вы видите мои контактные данные. Если у вас будут какие-то вопросы, какие-то пожелания, возможно, что-то непонятное на нашем сайте, вы можете всегда написать, я вам максимально оперативно отвечу и постараюсь разъяснить и снять какие-то неопределенности. А сейчас я хочу передать слово своим коллегам, которые представляют вечернее очно-заочное и заочное отделение. Это Раткевич Константин Владимирович, кандидат философских наук, заместитель декана по вечернему и заочному образованию. И Шабага Андрей Владимирович, профессор кафедры теории и истории международных отношений, доктор философских наук и руководитель магистровской программы «Международные институты и политические процессы». Также напомню, что у нас есть чат, в котором вы можете писать свои вопросы к спикерам, ко мне, и обязательно мы ответим либо по ходу выступления, либо в завершении нашего вебинара. Предоставляю слово коллегам. Добрый день. Добрый день. Мы представляем вечернее заочное отделение нашего факультета. Вы понимаете, что есть определенная специфика вечернего обучения. И вот мы начнем говорить по этой специфике. Первая специфика заключается в том, что на вечернем отделении нет бюджетных сил. Обучение только на платной основе. Принципиально возможность на бюджет перейти, оно так и существует, но это в том случае, если вы в вечернем отделении, или же обучаясь на одном отделении на контрактной основе, вы можете перейти на бюджетную систему обучения. Например, в том случае, если освобождается место бюджетное. Ну, какие такие случаи бывают. Студент, допустим, бюджетник решил, что это не его место, не его профессия. И отчисляется. И тогда вы имеете право председовать на это место. Многие студенты-контрактники, они у нас в общем-то образном периоде. Что касается свечернего, да, вот свечернего тогда нам следует перевестись на дневное, а это возможно. И тогда уже председовать на бюджетное место. Значит, относительно того, как происходит учебный процесс. Сам учебный процесс начинает в 18 часов. Как правило, на младших курсах это 4, а то и 5 дней. И заканчивается в 21 час. Значит, это две такие полноценные пары, кто вы проводите в университете. Это и лекции, это и семинарские занятия, это и практические занятия, это практика, там, педагогическая практика. Значит, в отличие от дневного отделения, на вечернем отделении функционирует так называемая модная система. Что она означает? То, что дисциплина не размазывается на весь семестр, да, там, например, 1 сентября и до конца декабря, а идет компактно. Словно, она читается два месяца и по завершению этой дисциплины студент задает текущую аттестацию, да, там, зачет или экзамен. И в этом смысле сессии как таковой нет. Но календарное время на каникулы существует точно такое же, как и на дневном отделении. То есть это 25 января и в неделе и с конца июня, там, июль, ваших два месяца точно так же, как и на дневном отделении. Но сессии, еще раз подчеркиваю, сессии нет, да, то есть вот в процессе обучения вы сдаете, кстати, вот, индивидуальные. Почему так мы организовали этот процесс, потому что, поскольку клиент вещественник, он обучается, да, и ему сложно, как практика показала, готовиться к сессии. А когда в процессе компактно он изучает дисциплину, то ему это гораздо легче. Значит, следующая особенность обучения на вещественном отделении, это то, что согласно государственным образовательным студентам, срок обучения, он увеличен. Увеличен, в нашем вузе он увеличен на полгода. То есть, если на дневном отделении это два года, то на вечернем отделении это два с половиной года. И студенты сдают итоговый экзамен и защищают медицинскую диссертацию в феврале. То есть, вот, после государственных каникул в январе они сдают экзамен и защищают медицинскую диссертацию. Значит, следующий момент, который хотелось бы подчеркнуть, и чтобы вы знали, если вы могли идти на вечернюю форму обучения, это процесс организации практики. Но поскольку студенты работают, трудится, понятно, что терять работу, особенно в современное время, нежелательно. И мы идем к встрече и организуем практики, как и с открытым от производства, так и без открытых производства. То есть, можно пройти практику у себя на месте, на работе. Многие работают там в управах или в каких-то международных организациях. Оформляются определенным образом документы и проходится практика, и здесь никаких проблем нет. Ну, те, кто имеет возможность с открытым от производства, да, мы можем организовать практику и в государственных учреждениях. Ну, допустим, государственная дума. Многие наши, именно, вечерние студенты, которые проходили практику, там остались работать в этих учреждениях. Ну, это все, опять же, зависит от самого студента, как он себя показывает. Значит, следующий момент, который, ну, хотелось бы подчеркнуть. Вы его, если не знаете, то по так называемой системе CTS. Многие люди уже пришли. И вы знаете, что наш университет первым перешел на вот эту систему. И нынешний наш лектор Филиппов Валерий Михайлович, будущий днистором образования, подписал, так называемый, баланс у декларации. Да, то есть, о том, что Российская Федерация входит в Общее Европейское Образовательное Пространство. И после завершения обучения студент получает, помимо диплома СИС-клодорца, отражение ECTS, да, саповым, так называемым. Это на английском языке документ делается, да, с теми дисциплинами, которые он изучал на английском языке. В семибалльной шкале, это A, B, C, D и так далее. Знаете, что на английском языке. Вот. На вечернем у нас точно такая же система, бальная, рейтинговая. То есть, в процессе обучения студент набирает баллы. И в конце, по завершающим итогам этой изучения дисциплины, составляются оценки, да, на основе проделанной им работы. Значит, немаловажное значение университет уделяет научно-исследовательской работе. Что имеется в виду? Ну, поскольку мы гуманитарии, да, у нас нету различных там пробирок и так далее. Мы люди, которые должны уметь работать с словом, должны уметь работать с аудиторией, с различной аудиторией. И в первую очередь, вот, мы еще научаем студентов, магистров писать научные статьи. Процесс это не простой, как может показаться. Есть определенные требования. И на это, на это творится достаточно большое количество учебных часов. Ну, чтобы быть более конкретным по обучению именно на вечернем отделении нашего факультета, следует сказать, что у нас на настоящий момент реализуются две программы. Это по направлению государственного и муниципального управления и по направлению международного отношения. Вот на экране вы видите, какие специализации. Здесь есть определенные свои нюансы, свои контексты. Вы знаете, что любая магистрская программа, она реализуется под руководством профессора. И у них есть свои особенности и свои отличия. В отличие от дневного отделения, на вечернем отделении реализуется магистрская программа, которая... Да, 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 я вижу у вас вопрос, извините, сразу не сказал. Да, те же самые преподаватели, что и на дневном. Плюс, если у нас есть такая, скажем, организаторская возможность, мы приглашаем и людей с предприятий, с организаций, с других вузов. Сейчас немножечко это сложнее стало, а раньше попроще. Но это немножко не от нас зависит. Вот, естественно, у нас есть приглашенные люди и с Государственной Думой, и с Московской Думой, и преподаватели, которые служат в органах соответствующих, да, в зависимости от той дисциплины, которая считается. Сейчас немножко это стало сложнее делать, но это зависит не совсем от нас. Вот, а так мы стараемся всех этих привыкать. То, что это наши преподаватели, это, конечно, это наши преподаватели, с наших качеств, с нашего университета. Значит, продолжая. Сколько человек обычно группа бывает, последующего вопроса. По-разному все зависит от набора. Здесь вот это броменское движение, которое происходит в нашем обществе, к сожалению, мало изучается. Все пытаются, как бы, им управлять. Бывает, что 15 человек, бывает, что 20 человек, бывает, что и 9 человек, да. То есть, вот группа по-разному, как они складываются. Вот. Традиционно, традиционно, на вечернем отделении магистратуре учатся по одной группе. По одной группе, да. Вот. Как произойдет набор, условно сказать. Ну, не то, что заполняюсь, но надо проводить серьезное исследование для того, чтобы более точно вас ориентировать. По-разному бывает. Бывает, что целая группа, ну, вот если брать, допустим, специализацию международных отношений, что там из 15 человек, это 10 иноцрамных студентов. Бывает так. Да. Бывает, наоборот, бывает, что ни одного инвентаранца, вы знаете, у нас интернациональный ВУЗ, поэтому здесь у нас, как бы, такое смешение, оно естественно и не вызывает каких-то затруднений. Значит, по вопросу о нюансах магистратуры, да. Значит, на вечернем отделении вы видите специализацию, социальные процессы и социальный менеджмент. Речь идет о том, что не всегда то, что происходит в обществе, совпадает с теми социальными процессами, которые не совсем лавимы, да. Если мы решаем какие-то задачи, допустим, экономические, не следует то, что социальные процессы будут решаться, да. И, скажем, упорядочивание каких-то действий при помощи юридических нормативов или еще что-то такое не приводит к тому, что должно быть, да. И мы пытаемся вот это анализировать и вот это изучить, да. Не все принимаемые решения, вы это прекрасно знаете, не только на государственном уровне, на уровне субъектов федерации, на уровне предприятий, организаций, фирм, подразделений. Они несут под собой то должное, в котором должно развиваться соответствующее подразделение общества, группа и так далее. С этим мы пытаемся разобраться и на тех же занятиях по НИРСу, о которых я говорил выше, на занятиях по дисциплинам. То есть мы ставим вот здесь вот такой акцент, не потерять то, что, к сожалению, иногда теряется. Теряется человек, теряется человеческое сообщество и так далее. В этом ключе мы работаем по государственному муниципальному праву, по международному отношению. Лучше Андрею Владимировичу расскажет, поскольку он является профессором этой кафедры и немножечко раскроет, о чем речь идет по этой специализации. Я бы так сказал, продолжая мысль, что если социальный процесс и социальный менеджмент, как направление магистрское, больше занимается внутренними явлениями, внутренними процессами, социальными процессами внутри страны, в основном направлено на это, хотя и не только, то вторая магистратура направления международных отношений, специализация международных институтов и политические процессы, она занимается глобальными процессами. Но здесь, собственно, ни для кого не секрет, что мы живем сейчас в глобализирующемся и отчасти уже глобальном мире, и поэтому вот эти глобальные измерения, оно приобретает особое значение, особый интерес для этой магистратуры. Но, значит, вы видите на экране, что период обучения в восторге года, как уже отмечалось, чем завершается это обучение. Еще раз хочу напомнить, что у нас работают лучшие преподаватели, очень много практик, об этом говорил Константин Владимирович. Хотелось бы еще отметить, что сама специфика очно-заочного отделения, она предполагает, так сказать, не обучение практикам, действующих практик. У нас проходили обучение и профессора, получая второе образование, и послы, если мы говорим о нейтральных отношениях. У нас сейчас, в настоящее время, проходит обучение целый ряд дипломатических работников, в том числе и работающих зарубежуумных, есть такая форма, так сказать, обучения, в случае производственной необходимости. В Италии, в ряд других странах учатся наши магистранты. Я полагаю, что очно-заочное отделение обладает очень большим преимуществом. Я об этом могу говорить совершенно аргументированно, потому что я сам учился на вечернем отделении, когда я был студентом. Потому что оно дает возможность совмещать учебу с практикой, и, соответственно, вечерний получает очень большие преимущества. Я уж не говорю про, соответственно, коллег, среди которых он обучается, о которых я говорил выше. То есть сам уровень обучающихся дает возможность и обрасти связями, и задает нужный уровень, нужный тон в процессе обучения. Но и сами по себе магистратуры, и магистратура государственного муниципального управления, и международных отношений, это магистратуры авторские, которые, собственно, наполнены интересными, но, во всяком случае, с нашей точки зрения, мы очень старались предметами, освоение которых позволит нашим магистрантам более уверенно судить про процессы, которые существуют в мире, стать действительными аналитиками, и перед ними раскроется довольно широкое поле применения своих полученных знаний. плюс, конечно, о которых говорилось уже выше. Ну, вот если коротко, так сказать, вот так. Михаил Ильич, что-нибудь добавите? Ну, в принципе, вот как Николай Николаевич говорил, мы на связи, да, с нами можно связаться, можно написать письмо, на сайте там есть это. Извините, если мы не так не отвечаем. Про практику я вот сейчас поступил вопрос, где проходит практика студент в вечернем отделении. Опять же, смотрите, главное условие о том, что можете ли вы оторваться от своей работы. Если вы можете оторваться, мы можем вас говорить фактически везде. Потому что у университета есть договора, у нас есть личные контакты, да, то есть мы не можем идиарно называть, да, и может быть даже посильнее, чем где проходят студенты. Но, однако, да, вот, допустим, в международниках всегда этот методичный вопрос, да, прохождение практики в МИДе. Там, значит, сразу я говорю, что вот у нас есть ряд студентов на вечернем, которые работают в МИДе, там очень жесткий там все, очень жесткий отсек. Мы подаем документы, ну, скажем так, вот, из 50 человек там проходит один. Жесткий отсек. Ну, вы же понимаете, что МИДе сам имеет свой профильный вуз. Мы очень сильная конкуренция. Наш университет как международники. Многие консульства, да, скажем так, мы поставляем туда уже и по сути, да, поставляем своих кандидатов. В Германии, во Франции, ну, скажем, посол в той же самой Испании, это тоже наши выпускники, да, и чем еще мы сильны, у нас очень мощная такая корпоративность, да, потому что на международных отношениях обучаются студенты из Франции, которые тоже по-фресистам и по-франции. Я встречал такого из Снегала, будучи в Париже, да, мы с ним там встретили. Поэтому, вот, если по МИДу здесь очень сильный отсек, и там, скажем так, отсек не мы производим, там уже, понимаете, да, сами-то, соответствующие службы там работают, они проводят ответ. Поэтому, вот, если, как бы, там, желающих, а на дневном, на международном отношении много студентов, получается, больше сотен, да, то есть, вот, ну, дай Бог, если пять человек, он не знает, что берет. Ну, и то, нужны, знаете, такие специфические знания от международника, допустим, там, китайский и испанский язык, да, то есть, вот такая пара, а не просто там, или истин, или нет. Да, таких, это уже, таких, слишком банальные, да, вот, клише, да, два европейских языка, а вот какие-то нюансы, там, арабский, да, и, ну, как бы, там, суахин, вот, и тогда можно, значит, следующий вопрос, как можно себя проявить, на, ну, что проявить, да, ну, если у нас сейчас вот в магистратуре на первом курсе учатся студенты, он в Голго-УЗГ нам пришел, ну, вот он в ТУТ-КОМИ, да, и он КВН, вот, если, об этом идет, можно себя проявить в научной работе, ну, вот, я здесь принес такую вот, буквально, сейчас я покажу, чтобы было видно, а вот, такая брошюра, это вот она издается в Кабин Победы, наши студенты пишут, вот, среди авторов, среди авторов, четыре вечерника, да, из Писка и Чеха, четыре вечерника, пожалуйста, да, и вообще-то, мы вот Магитов уже доставляем опубликоваться в журналах научных, к этому и готовим, вот, какие возможности проявить себя, ну, любые возможности, в этом смысле, вечернее отделение ничем не отличается от именового отделения, да, если вы войдете на сайт, все те мероприятия, которые проходят в нашем факультете, а на нашем факультете проходят, ну, вот, скажем, если те же самые международники, это постоянные встречи с послами, и, пожалуйста, вы встречайтесь, общайтесь, много различных международных конференций, симпози, пожалуйста, да, то есть, вы заходите, вы можете принимать участие, это как и на русском языке, это и на английском языке, ну, сейчас традиционно начинают говорить, что английский язык это английский язык, это наук, пожалуйста, вы учатывайте, значит, более того, есть в нашем университете, на нашем факультете так называемые стажировки за рубежом, в рубежном вузе, пожалуйста, все зависит от вас, проявление, как себя можно провести, в первую очередь учебу, направляет, вот, скажем, магистратуру, которую мы открывали, ну, как мы называем, двойную магистратуру с Тобзанки университетом, то первые магистранты там были, это выпускники вечернего отделения, да, с местным языком они были, и, как бы, первые открыли вот эту магистратуру, так что, ничем не отличается в вечерний, как-то раз, не много, я не знаю, насколько я ответил наш вопрос, если надо уточнить, пожалуйста, напишите, я постараюсь подробно, я думаю, что мы кое-что вам рассказали, постарались основные моменты осветить работу вечернего отделения, если что-то вас заинтересует, то, пожалуйста, пишите, значит, ну, вот еще один вопрос, стажировка за границей оплачивается полностью студентом, это очень логично, значит, вот, смотрите, какая система, с каждой страной, у нас, с каждым бусом у нас отдельный договор, и как вот мы с ними договоримся, так это и есть, ну, как правило, значит, в первую очередь, что мы договоримся, это то, что обучение бесплатно, там, там обучение бесплатно, вы знаете, за рубежом обучение гораздо выше, чем у нас, но мы договоримся, что обучение бесплатно, почему, потому что их ребята, их студенты приезжают к нам и у нас обучают, значит, это первый момент, что входит в обучение, как правило, иногда предоставляет бесплатное жилье, да, общежитие, вот, но сейчас уходят от этого, да, то есть, ну, чисто экономические и меркантильные вопросы, да, кажется, они по-разному решаются, то за место, если вот вы приезжаете, какой-то, вам показывают, вот, допустим, это общежитие стоит столько-то, это общежитие стоит столько-то, столько-то, это близко от вуза, это далеко от вуза, и так далее, и плюс, естественно, ваше, собственно, проживание, питаться надо, и так далее, да, то есть, вот, что туда входит, так у вас уже все, как бы, оплачено, за учебу вы не платите ничего. То есть, обычно студенты платят за себя, за проживание, вот, за еду, за проезд, ну, и, соответственно, билеты в обе стороны. Вот, знаете, брать немецкую практику, то там, собственно, традиционно, собирают, дебюр, такой, так сказать, как бы, наук у студентов, внос, порядка 350 евро, но он возвращается многочисленными льготами, там, студенты могут разъезжать в пределы земли, значит, без, так сказать, ограничений, пользоваться наземным транспортом, еще есть ряд преимуществ, так сказать, вот этот налог, он возвращается, не дебюр, вот, ну, сухой остаток какой, то есть, само по себе обучение практически бесплатно, даже и не практически, просто бесплатно, а все остальное, это же за пределы обучения, проживание, да, еда, перемещение, во всех, перемещение в страну, так сказать, есть страны, это за все стояло, я думаю, что, ну, ответили на этот вопрос, вот, ну, а в целом, позвольте мне, подвести мне небольшой ток, мы вас ждем, у нас вам будет интересно, вы не пожалеете, вы получите необходимые навыки, которые позволят вам в дальнейшем, проделать очень неплохую карьеру в избранной вами области, приглашаем вас учиться, у нас на высшеме, а стоимость, которая представлена на сайте, это за год, да, то есть, это надо пополам ввелить, оплата по-семестровая, бывает так, что, ну, жить сложно, не хватает финансов, значит, смотрите, за первый семетр, да, то есть, полсуммы вы оплачиваете, да, а со второй семестр, можно, это называется, либо отсрочка, да, чуть позже заплатить, либо рассрочка, разбивку такую сделать, да, там условно, по месяцам можно оплатить, ну, нету, правда, такой суммы, бывает и такое, да, и университет всегда идет навстречу, но, самое важное, это сделать до, вот этой, даты дедлайн, да, до этого сделать, и все нормально, поскольку, если вы не оплатили вовремя, включаются такие экономические механизмы, как, пеня берется, и так далее, всегда, в принципе, мы всем студентам это объясняем, всегда, как бы, помогаем им, вот, чтобы они, ну, не теряли, непосредственно, просто, не теряем. Я надеюсь, что мы ответили на все ваши вопросы, по крайней мере, текущие, вы дарим вас за внимание, остальные вопросы мы готовы ответить, ну, в другом варианте, если мы видели, телефон, телефон еще есть, и адреса, что это было, по карте, презентации, но есть сайт, РУДН, там же нас может найти, безответствия проблем, лечебное отделение, факультет элементарных, социальных наук, благодарим вас за внимание, еще раз приглашаем к тебе, всего доброго. И сейчас, Николай Николаевич, слово для завершения, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое коллегам, Константину Владимировичу, Андрею Владимировичу, за столь подробную презентацию, я надеюсь, вопросов, они ответили на все ваши вопросы, со своей стороны, еще раз добавлю, в начале вебинара я сказал про сроки приема документов, это было про дневную, сейчас я скажу про вечернюю форму обучения. Начинается прием документов с 3 июня по 20 сентября на очно-заочную вечернюю форму обучения, и вступительные испытания проводятся до 26 сентября, то есть здесь достаточно большое время приема документов, достаточно большое время написания вступительного экзамена, поэтому у вас есть еще время подумать, и очень будем рады видеть вас в стенах нашего университета, нашего факультета. Какие-то вопросы еще есть по процедуре подачи документов, по, возможно, вступительным экзаменам, испытаниям. Ну, хорошо, видимо, вопросы все были заданы, и ответы на них получены. Со своей стороны еще раз благодарю вас за внимание, и до встречи на нашем факультете. А вот один вопрос появился. Да, будет междисциплинарный экзамен, это в письменной форме проводится данная форма. Данный экзамен, точнее. Все хорошо, Екатерина. Вопросов больше нет, уважаемые слушатели. Все хорошо, тогда еще раз вам спасибо за внимание, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok